Мои руки, чтобы не было видно. Нет моей руки? Нет. Нормально? Все, вкусно. Вопросы, давай, какой. Владимир, что сегодня происходит в здании? Расскажите, пожалуйста. Ну, ситуация остается напряженная. Безусловно, вчера был спровоцирован конфликт. Радикальные алименты не дали провести нам внеочередное заседание Верховного Совета. Сегодня я своим распоряжением организовываю внеочередное заседание Верховного Совета, на котором мы будем обсуждать наиболее актуальные вопросы сегодняшнего дня автономии. И для того, чтобы крымчане, которые находятся сегодня в очень сложном положении, они смотрят телевизор, они видят, какой беспредел творится в Киеве, они читали сегодняшнее заявление президента Украины, и, безусловно, их настроение можно понять. Тем не менее, парламент Крыма оставается единственным легитимным органом на Украине, высшим в Крыму, высшим органом власти. Сегодня работают в штатном режиме по подготовке внеочередного пленарного заседания. На пленарное заседание будет вынесено, первый вопрос, это о проведении всекрымского референдума 25 мая, о расширении полномочий автономной республики Крым. Вопрос второй, о экономической ситуации, которая сложилась в автономии, и о отчете правительства. Это два вопроса ключевых, которые мы планируем сегодня рассмотреть, для того, чтобы удовлетворить те требования людей, которые сегодня возмущаются и ходят по улицам, понимая, что их вопросы не решаются, не видят никакой перспективы. А вообще все это вместе, конечно, вследствие вот той экстремистской политики, которую проводил центр оппозиции все эти три месяца, мы обращались к ним, мы пытались их остановить, мы понимали, к чему это приведет. Сегодня система государственной власти на грани краха, органы милиции деморализованы. Деморализованы, деморализация органов власти происходит, когда работников милиции публично унижают, публично избивают, ставят на колени перед площадью только за то, что они исполняют свой приказ. Безусловно, это все те вопиющие факторы, и последние принятые законы, законы Верховной Рады, они просто взрывают ситуацию здесь в корму. Мы обращаемся и обращались многократно к ним, не делайте это. Ситуация у нас также напряжена. Наши люди смотрят телевизор так же, как и ваши люди. Они смотрят, как вы занимаетесь, как ваши люди захватывают государственное здание, им за это ничего не было. Поэтому они нас не слышат, они продолжают свое дело. Закон об отмене языковой политики, закон о запрете партий, проект закона о досрочных выборах в Крыму, это что такое? Это попытка найти с нами диалог, они нас постоянно обвиняют в сепаратизме, постоянно у нас, у крымчан, сказывается такое писание, что они от нас хотят отделиться, делают все, чтобы не общаться с крымчанами, не общаться с народом, и не слышать его. Там некому слышать, никто не считает наши обращения, заявления. Безусловно, на это необходимо реагировать. И вот это главная сегодняшняя повестка дня, признарное заседание. Владимир Владимирович, комментарии по вчерашним событиям. Ну, вчерашние события, эмоции зашкалили бы, безусловно, со всех сторон. И это понятно, люди возмущены, проблемы долгое время не решаются. К сожалению, пострадали и погибли люди. Это ответственность лежит на тех политиках, которые подстрекают людей именно к таким действиям. Не к нормальной парламентской работе, которые именно подстрекают к этому. Поэтому нужно, так сказать, мы осуждаем эти действия. Надо обратиться к крымчанам. Ну, я хочу обратиться к жителям Крыма автономии и заверить их в следующий парламент. Крым единственный легитимный орган автономной республики Крым. Он работает в штатном режиме, выполняет все свои функции. Мы знаем все проблемы, которые сегодня беспокоят крымчан. Это уже начало задержек заработной платы, пенсии. Я имею уверенность, заявить вам, что все эти проблемы в ближайшее время будут решены. Для этого нам нужно нормально работать. Мы знаем, как эти проблемы решать. И вы в ближайшее время узнаете о том, какими методами и как мы будем это решать. До свидания. До свидания.